Американский бандок, описание породы собак. Есть породы, которые могут стать отличными компаньонами, а есть прекрасные охранники и сторожа. Именно к такому серьезному охранному типу собак относится бандок. Прежде чем стать заводчиком такой собаки, надо узнать о ней как можно больше информации и трезво взвесить все за и против. История происхождения. Считается, что свое начало порода собак бандок берет из старой доброй Англии, где питомцы с подобным экстерьером использовались в качестве охранников жилища. Из-за сурового нрава и устрашающего вида в дневное время их держали на крепкой цепи и только на ночь отпускали на свободный выгул. Их так и называли бандок «цепной пёс». С появлением нового увлечения, собачьих боев, животные подобного типа привлекались как участники этого жестокого развлечения. Бандок – серьезная и красивая порода. Не сбывшиеся надежды. Можно выделить две основные неудачи, связанные с выведением данной породы. Первым примером неосуществленной мечты можно назвать желание американского ветеринара Свинфорда вывести идеальную породу сторожевого пса. Заинтересовавшись животными, которые в старой Англии использовались для охраны, он путем скрещивания пытался вывести породу, которая, при своем угрожающем виде и охранных качествах, хорошо подавалась дрессировке. Несмотря на то, что порода бандок в том виде, в котором известно сейчас, носит имя Свинфорда, мечта ветеринара так и не сбылась. Идеального сторожевого пса вывести так ему и не удалось. После смерти врача дело продолжили его последователи и другие заводчики. Выведены еще подобные разновидности, например, австралийский бандок. После смерти Свинфорда интерес к бандогам не угас. Многие заводчики пытались усовершенствовать породу и скрещивали между собой все новые и новые породы бойцеовских собак. Надеждой многих было вывести наиболее подходящий вид для участия в собачьих боях, но этой мечте также не дано было осуществиться. Интересно. Бандоги напрочь отказывались драться и выходить на ринг. Несмотря на свою мощь, они уступали по силе некоторым бойцеовским породам. Будущие породы. На данный момент бандоги остаются непризнанными миром. Порода не считается чистокровной и даже запрещена к разведению во многих странах. Но работа над усовершенствованием не прекращена. Немногочисленные заводчики продолжают работу над выведением бандогов более послушных и уравновешенных. Питомников, которые занимаются разведением и продолжением дела с Винфорды, не так много. Основные направления разведения. Можно выделить два направления, в которых ведутся работы по усовершенствованию породы. Они разделяются на группы по виду, с которым проводится скрещивание. Главная группа. К этому направлению относятся бандоги, в крови которых есть примесь стаффордширтерьера и американского питбуля. Это направление можно назвать основным в селекции бандогов. Второстепенное. Дальнейшие попытки скрещивания бандогов с мастина, неаполитана можно отнести к второстепенному направлению работ над породой. Также были попытки сводить бандоги с бурбулями, конекорсой и даже с бордоскими догами. Именно разнообразие подобных попыток является причиной, почему бандога называют собакой одного поколения. Бандог – описание породы. Существует ряд параметров, по которым определяется в соответствии собаки стандартом породы. Они перечислены в таблице. Бандоги могут иметь разный окрас. Важно. Нельзя сказать, что разнообразие окрасов является признаком чистокровности, так как порода бандог в принципе не признана чистокровной. Особенности характера и поведения. Основное предназначение бандога – охрана жизни и имущества хозяина. В качестве собаки-компаньоны эту породу заводить не стоит, характер у этих собак совсем другого склада. Характер, сложным нравом отличается порода бандог. Собака имеет такие основные черты характера, как бесстрашие, быстрая реакция и суровый нрав. Наряду с преданностью, эти псы отличаются смелостью и силой. Послушными таких собак назвать сложно по причине тяжелого характера и высоких лидерских качеств. Особенности поведения. При правильной технике воспитания и постоянной дрессировки можно вырастить послушного и преданного пса. Воспитанник способен чувствовать малейшие перемены в голосе и настроенной хозяина. Внимание! Довольно неприятной особенностью породы является их молчаливость. Они не рычат и не лают перед нападением, а сразу переходят к действию при малейшей опасности. Воспитание и дрессировка. Бандоги считаются сложной и опасной породой. Воспитанию и дрессировке этих собак надо уделять максимум внимания. Воспитывать щенка надо с самого маленького возраста. Только в таком случае можно избежать ошибок и неприятностей, связанных с ними в будущем. Важно! Собака бойцеовской породы, которая не умеет общаться с сородичами и незнакомыми людьми, представляет большую опасность. Дрессировать пса надо с маленького возраста. Как только позволит возраст, надо приступать к дрессировке. Учитывая сложность характера бандога и лидерские качества, особое внимание следует уделять командам на послушание. Если возникают проблемы, лучше обратиться к профессионалу. Начинающим собаководам может не хватить опыта и знаний для воспитания и дрессировки, так что новичкам лучше воздержаться от приобретения щенка этой породы. Также не рекомендуется заводить такую собаку семьям с детьми. Участие в боях, общество меняется и культура отношения к животным повышается, что не может не радовать. Собачьи бои под запретом, и бандоги для этой цели уже не используются. Лучше заводить такую собаку как верного охранника, а не бояться на ринге. В США, например, эти собаки вместо боев с соплеменниками борются с преступностью и служат в вооруженных силах. Уход и гигиена Собачья гигиена подразумевает комплексный уход за всеми частями тела животного. Корпус Шерсть бандогов короткая и гладкая, что очень облегчает уход за животным. Их достаточно купать раз в двух-трех месяца, а вместо мытья можно просто вытирать корпус влажным полотенцем. Уши и глаза Ушные раковины периодически очищают специальным средством. Глазам надо уделять особое внимание, это уязвимое место бандогов. Их надо регулярно чистить и при первых признаках недомогания обратиться к ветеринару. Зубы В зоомагазинах и ветклиниках можно приобрести специальные капли, которые добавляют в воду и дают собаке. Это средство хорошо дезинфицирует ротовую полость. Также следует давать специальные косточки или игрушки для удаления зубного камня. Только комплексный уход может гарантировать правильное развитие щенка и здоровое состояние взрослой собаки. Для отличного внешнего вида нужен комплексный уход. Питание щенка и взрослой собаки. Всех владельцев собак в вопросе питания можно разделить на два лагеря. Одни ратуют за натуральное питание, а вторые твердо убеждены, что лучше кормить готовыми кормами. Натуральное питание. Если для бандога был выбран натуральный рацион, то он должен быть максимально полноценным. В него должны входить свежее мясо и субпродукты, говядина, индейка, курица, молочные продукты, кефир, творог, овощи и фрукты. Большинство, кроме запрещенных, каши, гречка, рис, овсянка. Внимание! Ветеринары не рекомендуют давать собакам свиное мясо и субпродукты, так как это повышает риск передачи заболеваний и паразитов, которым может быть заражены эти продукты. Мясо и субпродукты должны составлять половину всего рациона, причем доля мяса должна быть основной. Очень рекомендуется давать собакам коровий желудок, для них это полезное и вкусное лакомство. Рацион на основе кормов. Для тех, кто предпочитает кормить питомцев готовыми кормами, следует учесть, что для бандога обычная дешевая продукция не подходит. Такой собаке нужно питание премиум класса и выше. Некачественные продукты могут вызвать недомогание или привести к различным заболеваниям. Кормление щенков. Маленькой собаке заботы и внимания надо намного больше, чем взрослому животному. От правильного составления рациона зависит здоровье собаке в будущем и продолжительность ее жизни. Кормить щенков надо чаще, чем взрослых собак. Еду дают 4-5 раз в день. Вода должна быть всегда свежей, очищенной и находиться в открытом доступе. Кормление щенка ответственное дело. Составляя рацион, надо учесть несколько важных моментов. Мясные продукты лучше сначала обдавать. Кипятком или немного проваривать перед тем, как дать щенку. Важно включить в рацион необходимое количество молочных продуктов, преимущественно творога, для получения щенком нормы кальция. Овощи вводить в рацион постепенно в небольших количествах. Соблюдая перечисленные правила, можно легко обеспечить щенка достаточным количеством питательных веществ, необходимых для его развития. Здоровье и продолжительность жизни. Наряду с атлетическим телосложением американский бандок обладает крепким здоровьем. При правильном уходе и содержании они практически не болеют и живут до 12-14 лет. Для поддержания питомца в здоровой форме надо ежедневно давать ему необходимое количество физических и умственных нагрузок. Прогулки должны быть активными и включать не только игры, но и выполнение команд в игровой форме или изучение новых трюков. Важно, чтобы защитить животное от насекомых, клещей и блох, и предотвратить заражение вирусными заболеваниями необходимо по графику делать. Прививки и обрабатывать собаку специальными препаратами. Вязка. Проводить вязку рекомендуется по достижении питомцам вторых летнего возраста. Более раннее начало половой жизни может оказать негативное воздействие на здоровье особей обоих полов. Перед вязкой собак надо познакомить. Лучше всего это сделать на совместной прогулке, выбрав нейтральную территорию. Непосредственно перед спариванием собак лучше не кормить и хорошо выгулить. Выбор щенка. Прежде всего, надо выбрать заводчика или питомник. Лучше отдать предпочтение опытным специалистам, которые давно занимаются разведением бандогов. Также важна родословная, поскольку по характеру родителей можно примерно понять, какие качества будут преобладать в будущем у выбранного щенка. Бандог – порода для опытных собаководов. Непосредственно при выборе важно обратить внимание на поведение маленького питомца. Посмотреть, как он реагирует на новые предметы и ведет себя с собратьями. Эта информация очень пригодится при принятии решения. Собака-американский бандог – интересная, но опасная порода. Эти красивые и мощные собаки могут стать отличными охранниками и преданными друзьями. Однако справиться с их сложным характером сможет только опытный собаковод. Новичкам лучше выбрать породу проще и послушнее.